Вот Вот Овчинникова Красиво Ой, какая ты хорошенькая, Катя Как я тебя завидую Тантовать будешь? Ну, буду, наверное Надо покрутиться А вот молодые люди Эти, которые Хлопают Ассистенты, юные Бегли И смотри, как она плохо выглядит И не понимает вообще, кто перед ними стоит Слушай, что я тебе скажу Все течет Все изменяется Очень жалко просто Что рядом с ней не оказалось Человека, который бы Ее, ну, как-то Поддержал и в жизни Зачем вы девушке Красивых любите Непостоянная У них любовь Она была щедрее к этому миру, чем мир к ней Куда бежит Течет Течет И еще раз о счастливой актерской судьбе Что важно? Красота, удача, талант, случай Чтобы по-настоящему Человека, по-настоящему Была счастливая Счастливая актерская судьба Вот я сейчас думаю Кого бы я назвала Счастливой актерской судьбой Я не знаю Это знаете, как Вот как Гусики Как ожерелье Профессия, жизнь, профессия, жизнь. Профессия, профессия, профессия. Жизнь, 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 жизнь. Профессия. В жизни у нее никогда не было много подруг. Но артистка Овчинникова их выразительно и разнообразно играла с первого своего заметного появления на экране в фильме Льва Кулиджанова «Отчий дом». Танюша, вот тебе и подружка. Это не Урка, соседка наша. Очень приятно мне уже. Таня. Я ее очень хорошо запомнила по фильму «Отчий дом», где она вот простую такую девчонку играет, да? И после удачного дебюта казалось, что нет в советском кинематографе 60-х такого фильма, где бы подругу главной героини играла не Люсьена Овчинникова. Атестат взяла? А справку с места жительства? Ну ладно, иди, иди. Я говорю, как есть. Она перед вами хвост распустила. А так она у вас, девушка, тихая, серьезная. Слава дня не добьешься. Ну вот что. В случае чего я тебе кашлять буду. Чтоб не забывалось. Кашляй только погромче. Ты все уже знаешь наизусть. Все эти перипетии, кто что скажет, кто как поступит, кто какое движение сделает. Где там Гирина Овчинникова и ждешь, когда он там начнет кашлять, и ты заранее уже улыбаешься. Она очень музыкальная. Ну вот видите, вот я смотрела на нее, она излучала добро. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна. Они идут по снегу, сделанному из ваты и аккуратно уложенному в овраге недалеко от Мосфильма. Они поют «Отчего так хорошо?» И кажется, что в жизни именно так и бывает. И хорошо, и легко, и напевно. Но судя по тому, что про нее говорят ее коллеги, ее друзья, то, что я вижу на экране, это какой-то невероятный свет, это радость. Но я считаю, что вот насколько она весела и легка, настолько же там и какая-то сложная, глубокая, ну, можно сказать, темная сторона. Лешка, давай нашу веселую, что ли? Она больше играла эту легкость. Она как бы по жизни порхала, как бабочка трепетная, с доверием ко всем и ко всему, и, может быть, втайне удивлялась, что мир к ней относится иначе, чем она к этому миру. Но в 61-м году, когда снимали «Девчат» и весной 62-го, когда состоялась премьера и потом фильм посмотрели 35 миллионов зрителей, мир, казалось, был еще приветлив к ней. Счастливая ты, Катька! А счастье людям глаза застит. Ну, Вера, Тоська, ну я же не виновата, что у нас с Сашкой все так гладко получается. Мы встретились, полюбили, комнату дадут, поженимся. Ну я даже с ним поругаться не могу. Ну не из-за чего. Люсьена снималась в кино, играла в знаменитом московском театре и была влюблена в Александра Холодкова, одного из самых красивых актеров Маяковки. Ну там сложная история, мне не хотелось бы подробности эти все говорить, но она замужем за ним не была. Она его любила очень, но его любила и Вера Марк Нарлова. Которая в это время была звездой театра. Ой, спасибо. Ой, пустяки. А ты говорил целина. Я люблю, но об этом никто не узнает. Александр Холодков был на 14 лет старше Люсьены, а Вера Орлова была почти его ровесницей. Такая простая и такая остроугольная геометрическая фигура. Но Люсьена верила в свою судьбу и мечтала о свадьбе. Александр Холодков умер от тяжелой болезни на пике карьеры и жизни. Его оплакивали обе любящие женщины. Эта трагедия, конечно, была очень большая, потому что она его любила безумно. И он был старше нее намного, и он на нее благотворно действовал очень. Он был так предан театру, он был красивый человек. О нем очень много писала и говорила вся Москва. И для Люси было это, ну вот, кончилась жизнь. И она стала выпивать. Именно тогда, после смерти любимого мужчины, так и не ставшего ее мужем, поползли в актерской среде шепоточки. А Вчинникова выпивает. Спрашивается, вообще, откуда это пошло, то, что она пьет. Коллеги, я думаю, что те, кто с ней сталкивался, в театре, на съемках, не могут за ней сказать ничего плохого, потому что нечего сказать. Я никогда ее не видела в состоянии выпивающей. Ни-ка-к-да. Особенно в наше время такие истории очень любят. Стараются даже что-то приврать, приукрасить или причернеть, да, да. Показать все в очень мрачных тонах, чтобы прям было все настолько ужасно, что прям вот хуже некуда, прям опустилось уже там совсем плохо. Под луной расцвели голубые цветы, Они в сердце моем пробуждают мечты. Тебе в грезах лечу, Твое имя шепчу, Милый друг, Нежный друг. Господи, как вы мне все надоели, мой соскальчик. У нее была личная жизнь какая-то. Она имела право на эту личную жизнь. Где-то счастливая, Где-то неудачная. Ну, что поделать. Ну, что она к концу жизни там опустилась, Как я слышал, да, это ерунда полная. Полная ерунда. Вот только вот о ней хорошей надо говорить. Все из домыслов вы же не будете придумывать. Надеюсь, этого не будет. Я тогда попрошу меня вырезать. Мурад Алиев. Актер, сценарист, режиссер, Снявший Люсьену Овчинникову В последнем в ее жизни эпизоде. Фильм «Дети землетрясения» Снимали в Ашхабаде. Люсьена считала этот город родным. Сюда семья Овчинниковых переехала, Когда девочка была совсем маленькой. А кем был отец? Пограничником. Кем? Пограничником. Отец действительно был пограничником. Он и дал дочери экзотическое имя Люсьена. Мне кажется, что она изменила. Как Пырьева Леонелла была, Литка Скирда ее все звали, да? Но это до меня доходило уже. Точно так же, мне кажется, и Люсьена Овчинникова. Она не была Люсьеной. Тогда же как бы не называли. А отец-пограничник назвал и отчеством одарил Ивановна. И вот в этом сочетании несочетаемого Люсьена Ивановна и появилась на свет будущая народная любимица. Мама не стала, когда Люсьене было всего шесть лет. Она осталась одна, и мама – это же трагедия. И это все откладывалось у нее в характере. Но я даже этого не замечала. Во-первых, я об этом даже не думала. Она была светлой человек. Ну, конечно же, она недополучила вот этой самой материнской любви. Шесть лет остаться без мамы – это все-таки очень существенно. И учитывая то, что, как уже сегодня узнается, что мама, оказывается, в общем-то, сама ушла из жизни, что это не был никакой-то несчастный случай. Отец вскоре женился. И он, и мачеха были категорически против наивных мечтаний маленькой девочки. Я с самого детства мечтала быть актрисой. Хотя я выросла не в актерской семье. Тем не менее, у меня было огромное желание быть актрисой. Всегда, сколько я себя помню. И вот я из далекого туркменского города Ашхабада поехала в Москву дерзать для того, чтобы стать актрисой. Приемная комиссия ГИТИСа обратила на нее внимание. И она с первого раза поступила в театральный вуз. Она была очень веселым, очень талантливым, очень остроумным человеком. Когда мы учились ее, ну, так, в качестве примера, один из педагогов спросил, что у вас такие, Люся, глаза раскосые. Он говорит, нет, я абсолютно русский человек. Да нет, я говорю, педагогов сказал, я знаю, что вы русский. Ну, вообще-таки, глаза какие-то у вас раскосые. А, это, знаете, потому что я очень долго прожила около китайской границы и часто смотрела на китайцев. Кофты белые надели поперек полоски, Поглядите на нас, чем были березки. Тогда же, в студенческие годы, случилась у Люсьены и первая любовь. Не сна на улице, любиться хочется, помучаться. Владимир Храмов учился на режиссерском факультете ГИТИСа. Любовь была яркая, взаимная. Семье, однако, не получилось. Владимир Храмов стал известным режиссером, много снимал для телевидения и в своем последнем сериале «Женщины, которым повезло» снял свою студенческую любовь в пронзительном эпизоде. У меня, знаете, сын единственный, жена его. Ну, в общем, они меня за человека не считают. Комнаты от меня запирают. Все у нас отдельно, вилки, там, ножи. Кухни-столик отдельный поставили. Я, если сготовлю, знаете, внучки даже не разрешают попробовать. С личной жизнью пока не складывалось. Но зато все сложилось в профессии. Из 18 выпускников ГИТИСа 1955 года в Москве остались трое. Лера Бескова, жена известного футболиста, Владимир Васильев, сын главного режиссера театра Ермоловой, и Люсьена Овчинникова. На показе она понравилась главному режиссеру театра Маяковского Николаю Охлопкову. И вот в 1955 году однажды стук в дверь. Ну, да-да. В ходе Николая Полча Охлопков. У нас тогда руководитель была Охлопков. Ну вот, я вам привел новую актрису. Зовут ее Люся. Вот она будет сидеть здесь. Ну, пошла, ну, как сказать, я бы сказала, даже влетела. Она была очень хорошенькая, очень хорошенькая. Такая, ну, как вам сказать, я бы сказала, шустрая. А ты щелкать-то еще не разучился, а? Да щелкать-то еще не разучился. Здорово. Здорово. Вот, привез вам новую доярку. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебя утки-то с ней съели, а? А я их сама съем. Я бедовая. Внимание. И хотя в то время главные режиссеры не любили отпускать молодых актрис на съемки, ее отпускали. Люсьена снималась много. Популярность росла. Когда она уже стала знаменитой, Общинникова, и «Девчат», и все-все-все фильмы, все ашхабадцы, ну, как и весь советский зритель, все ее любили. Она очень часто приходила на центральный рынок, так ее там все узнавали, тогда они фотографировались. Но автографы просили, бабушки эти, дедушки, которые дынь и арбузы торговали, все ее знали. Главных ролей было совсем немного. Мама вышла замуж. Как горько и как точно. Она человек яркий по природе своей, и она все время, она несла правду жизни, правду своей женской судьбы через все ее роли. Поэтому она запомнилась. И ее утвердили, и меня утвердили, и Мельников нас соединил на ленд-фильме. Мы только увиделись, и Общинникова мне тут же говорит, о, сынок. И сразу она начала играть и в жизни роль матери. Ну-ка посмотрим. Ух! По-иностранному написано все. Ну! Это ты мне, Воренька? Ну, спасибо. Ты мой сыночек. Ну, спасибо. Ты мой хороший. Я помню вот эпизод, когда ей надо было меня ударить по лицу. Застолье наше с этим персонажем Олега Ефремова, которого я не принимаю, якобы абсолютно агрессивный мальчик. Не принимает он то, что мама вышла замуж. Вот. И я ее должен был довести до такого состояния, что она меня ударила по лицу своим хамством юношеским. Постоянной квартирке захотелось, и вот нашел тебя. А эта на все готова. Она на все готова шесть стирать, гладить. Она и четвертинку купит. Все будет в порядке. Боря! Ну что Боря? Что Боря? Да ничего, замолчи! Подожди, у нас с ней чувство, понял? Про любовь заговорили. Ну вы что, ну какая к черту любовь? Старость свою устраиваете. Скажешь нет? Ну что? Нет скажете? Зинь. Ничего. Стерпит. И она мне в дубле так вмазала, что у меня искры из глаз посыпались. И это осталось. Именно этот кадр. Когда удар, и лицо трясется от удара. Дальше ответная реакция. Вот. Трудно было ее упросить. Она, по-моему, даже зажмурилась, когда она била. Но попало, хорошо. Олег Ефремов считал роль в этом фильме своей лучшей работой в кино. Шампанского бы за неимение. Да? Ешь мороженое? Да. Ну они там сошли, и там такая между ними химия происходит, что невозможно торвать глаз. Это, ну и он такой изумительный артист, и она. Хочешь, стану я твоей тесью. Ты успеши. Вот я ей верю. Она не играет, она живет. Даже сейчас говорю, даже мурашки, вы знаете. Настолько, насколько... Ну вот и Ефремов потрясающий артист, понимаете? Коля Бурляев хороший артист. Люсьена Ивановна, то есть, на ура. Боря, если у меня ребеночек будет, как ты к этому отнесешься? Ты ждешь? Нет. Но очень хотела бы. Она уже вовсю играла мам подросших детей. Играла достоверно и как-то застенчиво. Даже если она играет счастливую героиню, в ее глазах какая-то печаль всегда. Ее глаза никогда не светятся, не горят вот таким огнем, как у счастливого человека. Вот она вроде улыбается, а внутри какая-то печаль. Детей у Люсьены Овчинниковой ни тогда, ни позже, никогда не было. Но зато мы много раз видели, какой мамой она могла бы быть. Ну что ты пришел? Плачь, кормить пора. Ну что, подождать, что ли, не могу ли? Не покидай меня, сынок. Я тебя прошу. Шолбай! По стене! Нес лапки на спине! Еще одна главная роль. Еще одна мама. Фильм «Колыбельная для мужчин». Ты что же так долго? Я думал, ты спишь. Где же ты был? С друзьями. И вот очень важная вообще первая встреча. Вот я как с вами смотрю на него. Вот он мне так же улыбается. У меня ощущение, что мы давно знакомы. Я говорю, Юра. Она говорит, Люся, мы так будем общаться? Я говорю, да, вот так будем общаться. Ой, ты сейчас удивительно похож на своего отца. Эта связь остается надолго. Где мы встречались после кино, вот эта связь остается. Но при этом, вы представляете, вот человек, отдающий тепло и сердце, живет очень трудной жизнью. Подожди. Ничего сейчас пройдет. Сейчас. Сейчас, Коля. Коля. Я не вижу. Вот мы, значит, с какой-то съемки, она пригласила к себе домой. Я помню, что по лестнице без лифта шли, 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 шли. Вот на пятый этаж, по-моему, да, хрущевка. Открыв дверь, да, да, она на самом верху там. Я не поверил, что это ее квартира-то. Скромность такая чрезвычайная. Ну, ощущение было, что очень без достатка где живут. Скромно такой, как-то шкаф стоял, какой-то стол, очень что-то было подломано, что-то треснуло там. Это мое первое впечатление. Когда она поставила чайник, и мы стали пить чай. Вы знаете, вот ее обойтись, а ты забываешь, где ты находишься. Можно, не знаю, в сарае, в шелосе. И мы ля-ля-ля, и нам стало очень хорошо. Это вот такое у нее качество. Ой, подруженьки, как грустно, Круглый год жизнь заперти. А-а-а-а-а-а... Помню нашу поездку на красной стреле в Ленинград. Так, оказалось, что мы едем в одном купе. Я, она и ее муж. Вот как она его мне представляла, вот это, вот это я запомнил. Как будто тоже она разыгрывала эпизод из фильма «Мама вышла замуж». Что я могу, значит, не принять отчима. И поэтому она так, извиняясь, говорит, вот это вот мой муж. Официально замужем Люсьена Овчинникова была только один раз. Через год после смерти Александра Холодкова в том же Театре Маяковского она встретила новую любовь. Он в молодости был хорош собой. Вспомните этот фильм «Неподдающийся», где он играет, он уже там спортивный инструктор. Если я не ошибаюсь, он даже там появляется чуть ли не в одних плавках, в каком-то эпизоде, прекрасная фигура. Ну, казалось бы, вот он снялся, но его прям должны были на расхват прям тут же хватать и во все фильмы тащить. Этого не случилось. Да, Валентин Козлов, молодой, стройный красавец, после фильма «Неподдающийся» в кино больше не снимался, если не считать микроскопических эпизодов. Как только он пришел в театр, начался роман с Люсьеной Овчинниковой. Когда она представила в купе мужа, и явно это был недавний ее выбор, так она еще стеснялась всего этого, но он и не произвел на меня особого впечатления. Какое-то несовпадение, несовпадение. Я ощущал это, я даже, я думаю, тайные мысли были, что это ненадолго. Оказалось на всю оставшуюся жизнь. Я не знаю их отношения, то есть я понимал, что там не так все просто. Вот вы понимаете, это такая ревность. Ты выходишь, вот ты очень хорошая, говорит, я же там, это, да, все, он статный, красивый, все, а она любимица. Я его ничего, это победить нельзя. Я помню, как бегали за, вот на студии Горького бегали за ней какие-то женщины, дети, чтобы только автограф, какие-то бумажки находить, просили, вот напишите здесь, вот они, она для них, вот это олицетворение их, вот они с ней соотносили себя, и казалось, что они вот такие же обаятельные, такие же симпатичные, такие же успешные, вот не важно, что я маляр, но я любимый. Когда режиссер Алексей Коренев утвердил Ролана Быкова на роль бригадира Петрыкина в телевизионном фильме «Большая перемена», он спросил, кого бы ты хотела видеть своей партнершей? Конечно, Люсьену, ответил Быков. Ну как? Тебе же решать. Ну не жена. Ну, не жена, скоро будешь, вот. Ну когда буду, тогда... Ладно. Они вместе уже блеснули в эпизоде фильма «Телеграмма». Ну вот, пожалуйста, помню прекрасно. Ну, конечно, очень ярко. Роман Быков и овчинник, и смешно, и здорово сделано. Ну вот, Люсь такая. Быкову захотелось продлить радость совместной работы. Так. Куда я собралась? Монастырь. 75-й год был очень удачным в кинокарьере Люсьены Овчинниковой. Она снялась в нескольких фильмах и в двух сериалах. В одном из сериалов с философским названием «Такая короткая, долгая жизнь» снимались многие актеры театра Маяковского. Зрители видели им хорошо вместе. Это настоящее творческое товарищество. Я же ничего дурного не сделала. Ну, Тамара Павловна, я прошу вас. Хорошо, давайте поговорим. Я не против. Ну, прошу вас. Тамара, ты зачем сюда пришла? Я пришел поздравить Лену Михайловну с днем рождения. Костя, пусти руку, мне больно. Пойдем домой. Прошу тебя, пойдем домой. Костя, а почему ты так заторопился? Я скандалить не собираюсь. Я не за тем сюда пришла. Кто-нибудь в театре говорит, что вы похожи на месье Овчинниковой? Нет, никогда не говорили. Ну, может быть, какое-то общее настроение похоже. Я накануне нашей съемки пошла к нашим арсистам, спросила. Они говорят, да, да, конечно, помним. Это же была просто открытая такая душа. Просто, ну, вот я, вот, вот я, берите меня. Она, как всем, была очень открыта. В следующем году открытая душа неожиданно для всех покинула творческое товарищество. Она ушла из театра. В то время театр уже 10 лет возглавлял Андрей Гончаров. Яркий талант и резкий человек. С мужем Люсьины Овчинниковой, Валентином Козловым, у него сразу не сложились отношения. Ну, не любит пьющих артистов, правда, в коллективах. Другое дело, если ты там, великий талант, и тебя терпят. Были такие случаи, мы их знаем прекрасно. А другой вопрос, когда ты уже давно себя никак не зарекомендовывал, нигде как себя не проявлял, ни на сцене, ни в кино. Валентина Козлова из театра уволили. А вслед за ним ушла и жена. Это большой стресс, значит, он теряет свой дом. Уйти из театра в те времена – это очень тяжело. Это очень больно. Что можно сказать сегодня? Почему она так поступила? Семейная солидарность, боязнь одиночества, легкомыслие. Но тогда она была уверена – у нее есть крепкий тыл, кино. Оно пока ее любило. Меня сегодня в кино пригласили. На 33 несчастья Макса Линдера. Такой мужчина представительный. Летчик. Ей было еще 45, а по киношным меркам ей было уже 45. Но большие режиссеры еще приглашали ее в свои серьезные работы. Ты похудел. Плохо выглядишь. Из-за стрижки, наверное. Ага, из-за стрижки. Не бойся, не мой. Не хорошо тебе говорить, но я с ним правда очень счастлива. Но это случалось уже все реже. Мне кажется, что в случае Люсьяны там всего хватало. И боли, и глубины, и любви, и страданий, и парадоксальная вот эта вот радость, яркость, свет, смех этот невероятный. Ой, девочки! Ой, я не могу. Ну что, ну номер, представляете? Я же думаю, что он пожилой какой, усатый дядечка. Ёлки-палки. Так устроена у профессии артиста, что, знаете, не спи, не спи художник, предавай себе сну. Ты вечно себе ложный, у времени в плену. Вот время тебя держит, а потом время будет все, а теперь пришли другие лица. Но даже если именно твое лицо необходимо режиссеру, и все получается, успех не приходит. Потому что приходят времена, когда зрителям не до кино. Канун 90-х. Вдруг, неожиданно, в 88-м году я попадаю на фильм, который снимает «Самсон и отец Самсонов». Фильм называется «Непрекаянный». Он как-то не прошел, чтобы зритель его заметил. Но такой фильм существует. Центральную роль играл Олег Николаевич Ефремов. А мы играли трех его жен. Люсиена играла старшую жену. Ой, это я. Надо же. Самсонович очень смешной человек. Он однажды нас потерял, пришел на площадку, нас нет. Он говорит, где эта сумасшедшенькая? Сумасшедшенькая, это Овчинникова. А это Лярва. Лярва, это Крючкова. Где они ходят? Я говорю, Самсонович, что вы говорите? Так почему-то он так говорил. Ну, ему хотелось, чтобы наши героини были такими. Так он и нас тоже. На нас это проецировал. Одна сумасшедшенькая, другая Лярва. Нам и песня не веселье, От тоски мы их поем. Мы были счастливы, что мы работаем друг с другом. И такая у нас была очень маленькая, очень тесная. И такая хорошая компания. Советским артисткам казалось, что так будет всегда. И кино для них никогда не кончится. Как они, как мы, как все мы ошибались. Я последний раз ее встретил в студии Горького. Она очень скромно стояла, кто знает, в студии Горького, на втором этаже, в середине коридора. И я как-то пошел. Люсина, здравствуйте. Все. Я говорю, что? Она говорит, а ты что здесь? Я говорю, там нет переговоров, какие-то пробы. А Люсина, а вы? Она говорит, сейчас, может, эпизодик давай. 123 грамма рождественской полукопченой. По 5-300. Взвешивать надо сначала. Почему? Ну, если больше получится. У меня больше денег нет. Да думай, ты делавай. 123 грамма рождественской. Ой, сейчас. Так она и жила. От эпизода к эпизоду. Между ними иногда пролегали годы. Ну, невозможно. Ну, даже я, я вот... Свети. Ну, я смотрела передачу про нее. И такое какое-то сочувствие, да, вызывает. Люсиана Ивановна никому не жаловалась. Помощи не просила, никто и не предлагал. Сама справлялась, как могла. Нет, я думаю, что выпивала, конечно. Нет, слово пила тоже, понимаете. Я никогда не помню, что там пила на съемочной площадке. Перед площадкой. Шпабрика делала не в форме. Хотя я думаю, что когда были простои, периоды, это стресса. А чем погасить вот этот стресс? А тебе, ты никому не нужен. Вот ты знаешь себе цену, тебя очень любят. У тебя нет ни в театре, у тебя нет своего дома театрального. У тебя нет кино. Ты сидишь здесь. У тебя нет заработка. Ты в этой маленькой неухоженной квартирке. Тебе не хочется убираться. Тебе стыдно быть на улицу. Вот самый страшный вопрос, как дела, где вы сейчас снимаете. А вы нигде. А как вот это, вот как это погасить? Раз, два, три, калина, чернявая девчина. А, да, я ум не сдала. А, да, я ум не сдала. 17 левых сапог. Последняя серьезная работа, которую толком так и не увидели зрители. Она умерла ранним рождественским утром 1999 года. Через четыре месяца после смерти мужа. Так она прожила свою жизнь, улыбаясь и плача, смеясь и рыдая. Так ее сыграла и такое ее нам оставила. Что вспоминать? Давай лучше выпьем. За жизнь нашу не удалую. Таких, как Овчинникова, в жизни у нас очень много женщин. Простых русских баб со сложными судьбами. Вот они смотрят на Овчинникова и думают, так это прям про меня. Если плохое настроение или что-то в личной жизни не лазится, можно посмотреть девчат и дальше идти, и как-то жить. Она дарит надежду, любовь, где бы ты ни был. Кем бы ты ни был? Маляром, подружкой, медсестрой. И все равно ощущение женского начала, ее излучение такого как-то оптимизма. Кажется, жизнь начинается здесь. Маляром, подружка, медсестрой.